Мы с вами подходим к маленькому кусочку рая, равноценному Италии, Испании и Египту. Значит, никогда бы я железов не посадил персики хасанские, которые у меня выдерживают морозы, правда через один, выдерживают морозы в теплицу, если бы не особый случай. Меня обошел один из моих учеников, Шаламай, садовод Шаламай, который живет на Сахалине. Он эти персики привил на вылочную вишню, мои черенки, и получил плоды в четыре раза крупнее. То есть размером больше вот этих яблок. Естественно, что получается, там меня обошли, тут меня обошли, а тут теплица, я ее забрал, наглую у тех, кто выращивал персики, вот, свои родни, и посадил однолетние сеянцы персика хасанского. Родители давали плоды размером от 30 до 50 грамм. Теперь, когда я их посадил, они у меня поросли год всего, и сильнейшая обрезка была сделана, вот, так. Ничего с ними не случилось, и на момент этой весны им было всего лишь второй год, и они были обрезаны до колена. Все остальное, вот это вот, вот это вот, наросло за один год. То есть, можно сказать, ну, в общем, до потолка. То есть, за этот сезон? Да. Значит, на этот, получается, второй год однолетнего, то есть, фактически им третий год, зацвело несколько цветочков. Внимание! Пока я не дождался супер... Смотрите, вот один, вон второй, третий, четвертый, вот они, видите? Ну, давайте какой-нибудь разглядим, ну, вот этот, например, да? Пока гигантизмом не пахнет, но мы надеемся. Он, кстати, поздний, он поздно созревает. Мы надеемся, ну, хотя бы, до 100 грамм уже будет превышение 2-3 раза, правильно? Ну, да. Идем дальше. Между ними рука не поднялась выкопать. Черный абрикос вклинился. Я должен был его посадить, я его садил уже сюда, потому что не было места, где не было места, в саду, ну, значит. И, получилось, я его оставил между перчиками, вроде мешает. А он растет, и мне стало интересно, дойдет до поводношения. Вообще, абрикосам тут делать нечего. А это черный абрикос, он родственник лучей. Посмотрите. Видите, куда я уснул? Форточку. Теперь, а почему, раз уж мы здесь, немножко про... Ну, про агротехнику. Вы видите, совершенно здоровые персики. А, Ирина Александровна, вот то, что выращивают в теплицах ваши коллеги в институтах, не выдержит никакой критики. Я видел их фотографии рекламные. Ну, в общем-то, я скажу, что избежать болезни им не удалось. А теперь, откуда успех для сравнения? Смотрите. Идем сюда, сюда, сюда. Там открытая дверь. А здесь всю зиму, лето, весну, осень. Полностью, раз, два, три, четыре. Все открыты, пять форточек на 100%. Продуваемость полная. Смотрим сюда. Форточки, форточки. Короче, я их насчитал 16 штук. Вот. Пока ничего не случилось, ждем следующую зиму прошлую. Единственное, что труд приходится поливать. Где-то через сутки по ведру на каждую. Я так, по интуиции. Так, и зимой здесь было натаскано очень много снега ведрами. Для того, чтобы все-таки не голая земля. Хотя не опасно, замерзнуть не боялись. Так, и еще. Когда я поливаю, ну, это кусочек еще агротехники. Не только, чтобы мы ходим, как туристы. Они посажены вот на такие холмы. Вот они. А вон еще один персик висит. Где? Вон завязался. Ни разу не видел. Вот он. Вот он. Почему я не вижу? Ну-ка. Вот он, на леточке. Ах, точно. Ой, я счастье-то какое. Елена Александровна, посвящаю вам. Это ваше. Все. Спасибо. А косточки цены не будет. Теперь смотрите. Видите вот этот холм, да? Казалось бы, там холмы обязательны. Я исповедую посадку на холмы. Так. Вот. А почему здесь холм? Здесь же дождей не бывает. Вот крыша. Не бывает. А холм есть. Объясняю. Самое сухое место, где бы ни было растения, это штамп. Поэтому, когда я поливаю, я поливаю вокруг, отступив полметра. Чтобы ни капли не брызнуло прямо на штамп. Вот. В принципе, если бы у меня было терпение или деньги, чтобы нанять, просто человеком, вот который бы сказал, ну-ка, Петя или Коля, или Маша, берете лейку и постарайтесь спалить сверху. Дождевание это я признаю. Единственный способ это подождевание. Пусть бы тогда, немножко бы намочило бы. Но лишняя вода ушла бы. Ушла бы. И быстро бы высох штамп. К сожалению, вот этого вот. Худо-бедно. Знаете, чем хорошо вот эти форчики открыты? Ветер. Залетают насекомые. Все прекрасно. Бабочки даже бывают в гостях. Вот. Ну, дождя нет. Я всегда считал, вот это все надо смачивать. Но это... Ну, слава богу, что они же это, не болеют. А вообще-то это, лучше бы их еще и сверху умудриться полить. Может быть, брызгать или со шланга. Но так, чтобы она сверху поливалась. Вот. Пыль стереть с этих самых... В общем, в общем, в следующем году мы ждем уже настоящий урожай. Они самоплодные. Даже если бы дерево было одно, оно бы точно так же плодоносит. То есть, у меня такое есть. Представляете, я... Пока не ушли мы от темы персиков, два саженца мы подарил своему другу и, как сказать... Все эти складно партийцу. Содом... Кстати, не пора ли партию? Содом ладно партийца. Вот. Еще набавил Леониду Дмитриевичу. Так. И вот эти два персика выросли. И будучи еще размером с нашу... С нашу шилет. Каждый из них дал. Вы держите за стул. По тысяче с лишним плодов. Правда, очень мелких. Вот так. Есть фотографии, на которых чуть ли не до тысячи можно сосчитать огромное количество плодов. Ну, мелких, 20 граммовых. Но это было. Вот сразу, не сразу. У него был первый год там жменька. Второй год полведра. Вот. Третий год там ведра полтора. И четвертый год по тысяче штук. Уже штуками считали. Почему? Потому что кушать-то хочется. Вот. И у меня своих было. Я даже помню 700. И его у него взял тысяча. Я 1700 косточек персика продал. И с тех пор и до сих пор меня достают. Хаким. Вот. А у нас 2 40 градуса зимы. А потом самое теплое, но еще хуже. Итак, мы в саду заложенном. А, фотографируешь персики? Как вот глаза стоят. Да, я вот не видел тот персик. Вот пока это единичное, но тем и приятнее, что хоть что-то это самое получаться начало. А ведь им третий год. Знаете, сколько им? Нет, сейчас врать не буду. Еще раз. Однолетние посажены были весной 19-го. Будем считать, что 18-19. Да? Третий год. И нормально. Кстати, для сеянцев это нормально. Привитые у меня на второй год плодоносит. А Сергей взял в питомнике, у него получилось, что однолетний персик, прививка на Войл-Севишни, не купили. А на второй год на нем висел 18 персиков. Я даже фильм снял. Вот. То есть привитые вообще очень скороплодные. Так, ну пойдем дальше. Сейчас мы залезем в самые гебри. Правильно говорят? Что это не ухоженная дача? Сорняки. Где хорошо растут сорняки, там хорошо растут у меня деревья. Вот Сергей не смог продать Войлочные вишни. Видите? Вот они. Остались. Вот. Дикая груша. Эту грушу, вспоминайте, я хотел вам подарить. Дикую. Вот. А коронавирус все испортил. Я уже в крону, в отчаянии, сделал две прививки. Смотрите. А знаете, что здесь написано? Гигант Подмосковья. Это шедевр, не имеющийся равных вообще. Вы видели там в этом, такие? В этом, в Мичуринске. Крупных нет, не видела. 500 грамм. 500 грамм. Вот. Ну, это очередная прививка, смотрите. Просто не знал, что делать. И убрать жалко. И заслоняет питомник, твой питомник, этот же, как он называется-то? Теплицу. Ну, пойдем дальше. В общем, что не ткнешь, вот она, венгерка. Вот. Ей три года исполнится. На четвертый год она будет прекрасно плодоносить. Пришла пора. Вот. Абрикос Академик. Молодежь. А, кстати, сравните. Вот абрикосы, посаженные мною в 15-м году. В 15-м году однолетними. Смотрите. Посмотрите туда, на небо. Вот. Вот так должен выглядеть молодой сад. А вот здесь, допустим, годом позже. А вот это вот, фаина, да? Еще годом позже. Видите? Ей всего четвертый год. Это я все помню, хоть у меня и памяти нет. А вот это значит, что? Это мякотью мы удобряем, а костики забираем, а мякоть уже перезревшая. Вот она уже под деревьями. Вот. Очень необычный абрикос, я его называю сын полка. Тройной гибрид. Долго объяснять. Если бы плоды были, вот. Я бы вам долго объяснял. Это тройной гибрид. Посмотрите, какие листья необычные. Вот нормальный лист, вот он, рядом, академик. Только у академика он как лопухи, здоровенные. А вот это вот, сын полка. Это его, если добьюсь успеха, тройной гибрид. То будет навсегда за ним закрепиться это название. Так, идем дальше. Ничего не замечаете? Замечаю. Это прошлогодние прививки, которые мы делали. Это не летние прививки. Нет, это весной. Весной, да, вот они. Вспомнили. Это, как она? Та же венгерка, но тот же абрикос. Так. Вот он абрикос. Они уже молоды. Ему, допустим, так. Шестой год, а от прививки седьмой год. Так. Посмотрите. Уже морозобойных. Но уже седьмой год ему. А это роскошная фаина, представляете? И тут вообще делать нечего. Но вот такие вот раны, покрытые грибами, трогать нельзя. И эти деревья никогда не умирают. Вот ему седьмой год, потом будет семнадцатый, потом двадцать седьмой, оно будет живо. Главное, не вот это. Они прекрасно заживляют раны. Были сорогрязные морозы. Отсюда морозобойные. Вот главное, смотрите. Посадка на холм. Так нет. Абсолютно сухой штамп. Вот. И это и есть здоровье дерева. Урожай был, но в этом году тю-тю. Одна или две штучки было. В этом году на крупноплодные проблемы. Вот. Вот здесь показываю, как анекдот. Смотрите, яблоня-богатырь, да? И венгерка. Яблоня-богатырь. Это на постоянном месте законное. А венгерка, это питомник Сергея. То есть она должна была быть выкопана и продана. Так? Вот. А ее не купили. А теперь я не знаю, какую оставлять. Но она уже обогнала в росте. Она и в росте обогнала. И она, с другой стороны, у меня последняя. А почему последняя? Помните, у меня этот самый, ранетка, та, в которой мы все пилили, омолодили, да? Так она там была веткой. И попала под пилу. А я приезжаю, а уже все. А кроме меня никто не знал. А оттуда ветка сюда перенесена. А теперь получается, и деятельство дерева богатыря на данный момент. А у Сергея могут быть. Ну, не важно. Все равно жалко. Даже если она лишняя. Вот. Космическая груша. О, хороша. О, вкусная. Вот. Мне она нравится, знаете, чем? Довольно рано заплодоносила. Ах, это ж плохо. Я ж всем тверду. В всей планете. Чем раньше плодоносил, тем хуже. Ну, я ж обыватель, в конце концов. Хочется быстрее попробовать. Она мне на третий год дала первые груши. Вот. Сейчас посадка эта. Даже... Сейчас скажу. А, нет, правильно. Е-6 год, солидный возраст. То есть, 2015 посажена. Вот. И я на нее примере. Вот тут было скошено. И было видно землю. Так. Показываю. Ребята, груша привитая, это урод, потому что это боковой. Из боковой ветки мы сделали. Это федевр. Правильно? С грушей. С плодами. Я говорю. Ребята, никогда не проезжайте. У нее штамп сухой должен быть. Сухейший. Чтоб ни капли дождя на него не попало. Это основа здоровья. Об этом, опять же, вся планета один я знаю. Так получилось. Никто, нигде, ни разу не вякнул. Что, одумайтесь. Вы что делаете, уничтожая это самое, скелетные ветки, оставляя раны. Ну, рядом еще одна груша. Ну, мне так обидно. Это мраморная. Ну, сладчайшая. Ну, почему она в этом году без плодов? На том участке все в плодах завешано. Вот. А это... А я знаю почему. И опять солнца не хватило. Вот это заслоняет соседи. Вот этот ряд самый плохой. Видели? Видите, как отстает тот ряд. Вот для примера, да? Смотрите, вот одновременно абрикос посажен. Вот этот. Так. И вот этот. Видите? Разница какая. Чем ближе к этому самому, тем хуже. Снова венгерки. Теперь же так. Я говорю, Серега, оставляем все. Питомник, питомником. А это я называю кочующий питомник, переходящий в маточный сад. Знаете, сколько мы себе веток возьмем? Оставили какие? Лучшие. 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 А им всего третий год. Посмотрите, какая красавца. Лучшие. Вот навсегда остались. Пойдем дальше. Вот это моя беда. Видели картофель? Нет у нас места под картофель. Вот, калечим эту. А ведь эта земля должна быть не тронута. Это один из моих постулат. А тут всего лишь в метре от деревьев уже земля перекопана. Вот. Ладно, хорошо бы росла картошка. Когда опять все в тени. Ладно, идем дальше. Вот эти на ус. Они привиты. Растут. Растут плохо. Мешают друг другу. Видите? Вот. Как всегда, в моем саду даже питомник является селекционным. Ни разу не полито. Ни разу ничем не удобрено. Вот этот абрикос я подсадил. Там у него были очень плохие корни. Вот. Он взял, а я не заметил. Он теперь не хочет выпрямляться. Вот. Не знаю, что с ним делать. Я его подсадил. А так как времени нет, все пошло. Наперекосяк. Я про него просто-напросто забыл. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Ну-ка, что это растет? Вот. Это что-то растет. Причем растет плохо. Здесь весь ряд вот этот. Угнетен вот этими вот. Вот этими вот. Огромный рост. 50-60% времени. Тень. Отсюда результат. Вернее, отсутствие результата. Видите. Возможно, его придется убирать. Потому что, нет. Его теоретически можно выкопать. И на новом месте сильную обрезку сделать. Убрать две трети кроны. На новом месте он возродится. Ну, куда пересаживать? Куда? Ладно, идем дальше. Вот. Видите? А вот это вот интересно, да? Здесь росли сплошные абрикосы. Они были проданы. Остался, догадались, как самый лучший. Вот. Остался этот самый. Дар небес. Здесь он у меня как бы единственный из даров. Идем дальше. Вот это, наконец-то, получилось так, что у меня жердель с Мелитополя, черенок, я привил на этого самого, на Манжульца. И получилось два, ну, диких нельзя назвать, два полукультурных друг на друге. Урожай дали. Тополь. Тополь. Ну, я говорю, все позаброшено так, что даже тополь вырастили. Вот сейчас меняться надо мной будут. Зря показали. Так вы не показываете его? Нет, у меня такая привычка. Я этот самый, поклонник Хаджина Средину. Для меня он гений. У меня мало людей, которых я, это, превозношу. Что он сказал? Не мне, а всей планете. Когда над вами смеются? Смеетесь громче всех. Все. Точно. Ладно. Так вот, вот она жердель. В возрасте уже довольно солидном. Три года я пересадил сюда. И здесь она растет всего второй год. Вот. И жду плоды. Так. Почему? Она все-таки соседствует с благороднейшими. Он королевский. Видите? Вот он. Навис над ней. Вот уже кровно сомкнулись. Вот. Я жду от нее чудо. То есть это плоды будут уже не 20 грамм, а чудо может быть какое угодно. К тому же ее родитель также рядом рос с королевскими, с академиками, с воинами. Поэтому я жду чудо. Не просто жердель, как на Украине. Хотя она у меня корнесобственная, уже не привитая. Я жду чудо. Все. Мы заканчиваем. Меня съели полностью. Хотя мы осмотрели где-то третью часть. На этом мы пока закончим. Благодарю, друзья, за внимание. В общем, еще раз вот так обозреваем. Да? Вот так вот. Обозреваем, обозреваем. Вот это есть. В начале маточного... Нет. В начале питомник. Посадка маточного сада. Все это перемешалось. Лучшие остались из питомника. Вот маточный сад практически кроме двух-трех весь выжил. И прекрасно развивается. Вот так вот должны быть у всех. То есть прошло 5-6 лет. И у вас должен быть прекрасный сад. Ой, вот эти еще не видел яблочко-то. Ну-ка. А откуда они взялись-то? Смотри, красота какая. Это буквально за неделю окрасились, да? Здорово. А что же это такое? Я же никогда не смотрю до первого рожая. Это первый. Помнишь, в прошлого года не было ничего? Что тут? Где я сейчас найду бирку? Где я найду бирку? Ну, хороши. Это будет маленькое чудо. Ну, ладно. Все равно на этом надо прощаться. Или, может быть, другим тоже интересно. А что же это? Уже ли за новый сорт? Я же стараюсь не повторяться. Нету, да, бирки? Ну, не видно. Ну, ладно. Потом будем индицифицировать, индицифицировать. Так, я нашел бирку. Пойдем сюда. Последнюю секунду. Ай. Бегать надо, комары. Рискуем жизнью. Вот она. Так, держи фотоаппарат. Все-таки отдам жизнь за согласно. Пусть заедает меня. Придется ее снимать. Ничего не вижу. Ну, сборные яблоки хороши. Видно, что заврядными точно не будут. Опа. Все. Ставим. Розмарин. Ёлки. Наконец-то я дождался. Вот что значит это. Ну, не дадут померять. Не дадут и все. Ну, что ты будешь делать? А сколько еще? Розмарин. Наконец-то. Здорово. Ну, уже видно, что им еще расти месяц. Что это будет чудо. И, заметьте, сам не знал. А я же привычка, у меня хорошая привычка. Вначале. Привить и забыть до первого отношения. Вот. А зато, как приятно потом. Добиться чего-то. Ну, что, друзья. Сейчас все опозреть. Ирина Александровна, еще раз. Иди сюда. Дело в том, что я не могу понять, кто украшает сад. Ты сад или сад тебя. Давайте еще. Вот. Ну, что, или помаши рукой, или как на прощание. Всего доброго. Скажи. Скажи. Мы...